она прибыли все равно 8 8 20 отправления ничего посидим хорошо доехали без пробок сейчас пойдем уже на перрон и где-нибудь там посидим а может посидим где-нибудь внизу она по смоленск так на вокзале продукты сувениры еще там буфет вдруг вы что-то там не успели купить можно зайти но мы взяли все по месту на водичку нужно было купить на вокзале но мы все там закупить какая очередь на досмотр надо уже наверно тоже идем ближе сюда смотрите сколько людей вот мой второй вагон сейчас я буду заходить так у друзей моих 1 так получилось что мы в разных вагонах едем назад да можно садиться конечно заранее потом чтоб не бегать хорошо вы сказали заходить надо проверить документ тринадцатое место спасибо не торопитесь может телефон упасть положите потом все будет нормально так я снимаю вообще-то тяжела жизнь блогера спасибо ой что-то так темно что так темно в вагоне-то для свое место найти так вот мое тринадцатое так вот мое тринадцатое так прекрасно здесь короб у меня чемодан наверное не влезет так попробую его как-то вот туда вот положить еще ничего не доставая сразу посмотрели наличие розеток ура у нас здесь под столом две и наверху наверху тоже две розетки это прекрасно так сейчас буду все раскладывать потому что уже хочется кушать пусть где так темно свет не включили только вот такое вот освещение поэтому не знаю что его поснимаю и в титане вода еще 40 градусов даже не нагрелась поэтому вот пока бутерброды ничего готового я кстати не сходила не купила поэтому у меня будет пюре и бутерброды все растаяло время 9 часов на улице теме мы стоим техническая остановка очень долго стоять 50 минут стоим 21 40 направления кондиционеры отключились открыто окно но это вообще не помогает вагоне дух это просто страшное и плюс темно так что пока вода греется в титане сделать чай печенье конфетки и 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 Да я только проснулась, ночью так спали плохо, хотела вам название поснимать, ну ладно, сейчас надо идти кофе готовить А, Каменская, о, что-то я тимошинская, Каменская или Каменская CFTO это не как всегда температура воды не хватает чтобы кофе мое натурально заварилась поэтому вот немножечко доведут до кипения кипятильником вот эта термокружка которая заказывала на вал берис перед отъездом очень не пригодилась и в дороге потому что вот удобно и кипятильником воду еще немножечко подкипятить в ней можно и кашу заваривать и пюре и какую-то там вермишель этого быстрого приготовления закрывается крышкой но общем прям находка для дороги пытаясь чем-то занять себя в дороге и семечки брала да и читаю книжку насколько это возможно занятие такое временное но по чем-то потому что ехать 40 часов плацкарте это конечно можно сойти с ума если ничем особо не заниматься интернет плохой только на больших станциях где-то ловит на сопроводник весь кубер я правда не знаю это для всех не спрашивали еще есть холодильник маленький есть микроволновка волновка да насчет кулера надо будет спросить так это была техническая две минуты нас никого не выпускали так не выпускать и неудобно заниматься варим прямо в туалете почистим куклы circles этом так вот я расположилась вот 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 Что стоим? Непонятно. Какие-то люди по форме с собаками. А что это за станция такая интересная? Что это за станция? Что люди с собаками? Собаками? Угу. Надо посмотреть по расписанию. Что-то такого интересного. А, вон там что-то я вижу. Ничего я не вижу, не знаю. Так, это какая-то Зайцевка была. Маленькая станция. Мы в Россе. Шестоянка 15 минут. Здесь носят горячие обеды. И булочки. Я что ни разу не брала. Обеды доставка. Пирожки. Еда доставка. Рыба. Рыба. Какие ты будешь? Загулчики. Покушай. Пробие. Какие-то сгорят. Ох. Сгорят. Дай мне что-нибудь. Дверь там выкнут. Больше дарят. Дверь там выкнут. Ты ж перчап. У нас тут еще какая-то проблема с туалетом. Время обеда. Вот такой вот у меня обед. Вот это лапша быстрого приготовления. Бутерброды. Надо доедать колбасу, потому что она хранилась без холодильника. Вот это уже у меня остатки. Я не спрашивала, у проводника можно положить или нет. Поэтому хранилась так. Завариваю себе кофе 3 в 1. Но в титане вода у нас редко бывало 100 градусов. Но для такого напитка хватает и 80 градусов заварить. Какой страшный титан. Мы подъезжаем к Воронежу. Будет остановка. А сколько будет остановка? Час? Час. Час. Вот мы уже в Воронеже, поезд будет стоять час. Все разбежались, кто куда, кто в Магнит, это как обычное дело. Ну, а я вышла сюда на привокзальную площадь, мне надо позвонить, потому что там поезд так остановился, чтобы нету даже на перроне сканиночек. Привокзал, привокзал. Так, время 17.21. Жарко, это радует. Здесь тоже нету скамей, где посидеть. Ну, ладно, так просто похожу. Вот вид на город. Солнце светит. Я возвращаюсь уже на платформу в поезду, потому что я как-то плохо ориентируюсь на местности, если честно. Боюсь потеряться. Мои все разбежались. Хотя вон впереди проводник наш идет. Пойду сейчас за ним. Ну, времени еще предостаточно, волноваться не стоит. Да. С вещами в поезде никто не остался в вагоне, но самое ценное. Сумочку я взяла с собой. Где у меня документы и деньги. Телефон у меня тоже с собой. Так, ну все, вот наша платформа. Сейчас выхожу уже к поезду. Все, вышла к поезду. Открою вам секрет, который мы случайно узнали. Наверное, года два или три назад, когда ехали этим поездом. И просто пошли за проводниками. Тоже туда вот на вокзал. Там недалеко есть магнит. И да, все проводники быстренько бегут в магнит, закупаются там. Кофе, чай, всякой вот этой вот мелочью. И потом, да, торгуют в вагоне. Не знаю, это секрет или не секрет, но так оно и есть. Такой вот ужин. Картофельное пюре, баночка с консервой с детским питанием. Как можно не закрывать окно. У нас в вагоне опять вчерашняя история. Свет выключили 8 часов. Поэтому мы сидим опять вот при таком освещении. Что снимать, я не знаю. Уже не почитать. Интернета нормального нету. Это я уже почти все свои конфеты поела. Нечего делать. Я всегда с собой в поезд беру берюши и маску для сна. Потому что для меня это незаменимая вещь. Я, когда уши заткну, тогда сплю нормально в поезде. Да, и маска мне тоже необходима. Спокойной ночи. Всем доброй ночи. Мы в Курске. Так же остановились, как ехали туда. Будем стоять час. Сейчас час ночи. Люди вышли. Я уже успела, если честно, заснуть. Уважаемые пассажиры. Начинается посадка в скорую поезд номер 100. Сообщение. Белгород, Москва. Сообщение. Белгород, Москва. Отправление поезда в 2 часа. 4 минуты. Здорово, но невидность. Пластформа номер 3. Нумерация вагонов начинается с головы поезд. Всем доброе утро. Это следующий день. День приезда. Пытаюсь спать еще. После Курска, конечно, еще легли все спать. Кто выходил на вокзале. Раннее утро. Тишина в вагоне. Все спят еще. Я в рубашке и под одеялом. Как бы все накрылись ночью. Потому что очень кондиционер работал. Доброе всем утро. Мы в Брянске. 7 часов утра. Я специально вышла на прибузальную площадь. А фонтан не работает. Вот. Ну, ладно. Так свежо. Хорошо. Посидим. Да и пойдем уже в вагон. Будем стоять полтора часа. О, смотрите. Только я с вами поговорила. Заработал фонтан. Сейчас ближе подойдем. Заработал фонтан. Перейдем. Заработал фонтан. Заработал фонтан. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...